На Красной, где и прозвучали выстрелы, и сегодня все тихо и спокойно. Возможно, люди до сих пор отходят от ночного происшествия. На улице мы не встретили ни одного прохожего. Напомню, события накануне разворачивались стремительно. Стрелок перепугал всю улицу. Звонки в полицию начали поступать около 8 часов вечера. По данным следствия, вот в этом доме, калитка сейчас открыта, здесь работают следственные органы. Мужчина, угрожая огнестрельным оружием, удерживал свою 62-летнюю мать. Ответом на попытку правоохранительных органов зайти во двор стала новая серия выстрелов. После этого сотрудники Росгвардии уже не церемонились. 31-летнего скрутили и обезоружили. Что произошло? Что произошло? Ворвались ко мне домой. Да что произошло? Я у себя дома. При задержании злоумышленник был ранен в руку. Ему оказали первую помощь. В рядах полиции обошлось без потерь, заявили правоохранители. В момент задержания, проходившего при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, мужчина оказал сопротивление и был ранен в руку. Установлено, что правонарушитель является хозяином домовладения. Это 31-летний местный житель. Опросив соседей, установили личность стрелка. Оказалось, у него уже есть судимость. Кроме того, мужчина состоит на учете психонаркодиспансере. Где он взял оружие, еще предстоит выяснить. Пистолет у него изъяли. В доме действительно находилась его 62-летняя мать. Они проживали вместе. В настоящее время с подозреваемым работают следователи. Решается вопрос об избрании меры пресечения. По уголовному делу назначен ряд экспертиз. Юлия Проценко, Александр Сорочан, Кубань, 24 Сочи.